Всем привет, это YouWebDesign. Сегодняшний обзор будет про OS X L-Capitan. Давно я хотел это сделать, но релиз был только вчера, поэтому записываю его сегодня, 1 октября. Вообще, обзор поделится на 4 части. То есть я расскажу про самые основные какие-то изменения, отдельно остановлюсь на некоторых из них в плане демонстрации и в конце скажу про мой workflow как потребителя какого-то контента и как веб-разработчика. То есть, я думаю, минут за 30 управимся, погнали. Начнем немного с истории. OS X, первая версия, вышла именно в типа 10-й мажорный релиз. Вышел в 2001 году, там был суперновый интерфейс и так далее. Мы, в принципе, в подкастах уже очень часто обсуждали по поводу того, какая история. Я впервые воспользовал свой стенд на Leopard, версии Leopard. Я ставил Hackintosh, пробовал и уже владел Mac'ом я со Snow Leopard. Snow Leopard был такой тоже релиз. Если пользоваться терминологией, которую, по-моему, ввели Intel для выпуска процессоров TikTok, то есть один из процессоров – это какие-то кардинальные изменения, а последующий – это улучшение кардинальных изменений. Потом опять что-то супер-важное и опять какое-то улучшение. Тут можно тоже проследить такие же пары. То есть был Leopard, после него был снова Leopard, который отказался от PowerPC, добавил новый Safari 4 вместо Safari 3. И в целом лучше работал с батареей. И что немаловажно, апгрейд на него стоил не 129 долларов, как это было до него, а 29. То есть Apple начала проводить политику дешевых апдейтов. Потом был Lion и Mountain Lion. Lion стоил тоже 29, Mountain Lion уже 19. И Mountain Lion тоже был существенно круче, чем Lion. То есть прям вообще небо и земля. Lion представил огромное количество новых фич, в том числе Mac App Store, Launchpad и так далее. А Mountain Lion это все допилил. Потом был Mavericks, очень спорный релиз. Много про него кто что говорил. Но он был такой достаточно важный в плане технологий. Добавили iBooks, Maps, вкладки Finder. Большое количество всяких улучшений тоже по энергопотреблению. И что немаловажно, это был самый первый релиз, апдейт на который был бесплатен. С тех пор, начиная с Lion, а кстати Apple каждый год выпускает новую OS X. То есть до этого у них был цикл двухлетний, там по-разному. Теперь однолетний. И вот сейчас релиз El Capitan состоялся в 2015 году, после Yosemite. На самом деле Yosemite это что-то ужасное. По сравнению с ней El Capitan был просто гениальным релизом. Не было, является. И давайте посмотрим, что же в нем основного такого добавили. То есть, во-первых, производительность CPU по слухам увеличилась до нескольких раз. То есть, например, PDF в просмотре открывается до 4 раз быстрее. Давайте попробуем. У меня здесь есть релизская книжка. Открывается очень быстро. Здесь, сколько здесь страниц? 71 страницы. На самом деле, конечно, не то, на чем я бы это показывал. Но, тем не менее, открываться стало значительно быстрее. И даже работа в полноэкранном режиме, то есть, если я сейчас переведу это в полноэкранный режим, то все очень быстро листается. Иногда на Yosemite были подтормаживания, особенно на... У меня MacBook Pro Retina 13-дюймовый. На нем не все так быстро и прекрасно работало, как хотелось бы. Поэтому для меня этот релиз, я его использую с самой первой беты еще там в июне 2015 года. Очень круто. Точно так же увеличили производительность GPU. То есть, на самом деле, для тех приложений, которые поддерживают новую прослойку Metal, которая к нам в OS X перешла из iOS, в тех приложениях, которые это поддерживают, существенно увеличилась скорость рендеринга. Кстати, вы можете видеть улучшенный новый Beach Ball, пляжный мячик. Вот эта загрузочка, которая крутилась. Она теперь другая. Вот вы видите, в иллюстраторе есть теперь вот такая вот ракета. И написано GPU Performance is Enabled. Там туда-сюда можете посмотреть. То есть, Intel Iris, OpenGL Engine. Теперь из-за того, что есть прослойка Metal, последний иллюстратор, я уж не помню, какой он там по версии. Хрен какой. 19-й в Creative Cloud. Ну, самый последний он у меня обновляется сам. Поэтому он работает значительно быстрее при отрисовке большого количества всяких векторных штук. Типа там гридов мелких. Там, когда вы по ячеечкам что-то рисуете, это все теперь значительно быстрее. В первую очередь, хотелось бы поговорить про такую вещь, которую можно общим словом назвать Window Management. То есть, работа с окнами. Которая включает в себя, во-первых, Mission Control. То есть, вот такую штуку, которую можно, я не знаю, какие-нибудь штуки еще открыть. Тут вот эти. Не знаю, Photoshop. То есть, вот так вы приподнимаете. Здесь все окна раздвигаются в разные стороны. Можно посмотреть, что открыто. Открыть что-нибудь, например, в полном экране и так далее. Ну, ладно, я на Mission Control остановлюсь еще подробнее. Есть еще Launchpad. Это вот такое вот окно, в которое все приложения сгруппированы или по папкам, как вы это сами сделали, или просто вот такими иконками, в том числе с пуш-уведомлениями. Это добавили еще в Лайне, по-моему, если мне не изменяет память. Да, да, по-моему, в Лайне. Ну, то есть, влияние iOS очень-очень сильно здесь видно. Но я, на самом деле, постоянно те программы, которые у меня в доке не открыты, а у меня большинство в доке, на самом деле, не открыты, я их открываю из Launchpad. Есть еще такая штука, как Dashboard, которая по умолчанию теперь отключена в El Capitan. Ее можно вот так включить. То есть, это небольшой набор виджетов, которые можно смотреть, тут какие-то добавить. Да, то есть, вот тут всякая хреновина, которая никому не нужна. Там есть какой-то раздел прочие виджеты, который ведет на сайт Apple, но, в общем-то, да. То есть, сейчас Dashboard здесь открыт именно как отдельное рабочее пространство, и я, на самом деле, бы его убрал. Сам факт того, что по умолчанию он теперь отключен, кстати, это делается вот так, Dashboard выключен в графе Mission Control в настройках. Так вот, наличие того, точнее, факт того, что Dashboard отключен по умолчанию, говорит нам о том, что все большее количество виджетов здесь будет появляться в центре уведомлений, то есть, их уже сейчас достаточно много таких базовых всяких, типа вот погоды, там найти друзей, напоминания, обзор на завтра, на завтра события у меня не запланированы и так далее. То есть, скорее всего, от Dashboard в следующем релизе откажутся вообще. Так вот, если вернуться к Mission Control, то теперь работа с рабочими столами, простите за тавтологию, станет намного удобнее. Во-первых, потому что можно сразу вот так переносить, открывать это как отдельное какое-то приложение, то есть, причем даже и не всегда работает. Можно сделать вот так. Можно, например, перевести это в полный экран. Ага, я так понимаю, Photoshop, да. Photoshop это такая штука, которую в полный экран, то даже не перевести. То есть, например, если взять Google Chrome, с ним будет значительно удобнее, можно перевести в полный экран, отодвинуть туда наверх и выделить как отдельное окно, вот так, да. То есть, работает. А то уж я думал, что-то не то. Photoshop в полный экран перевести нельзя. Кто бы мог подумать, я вот даже и не знал. И также в Mission Control появилась такая функция, как Split View. То есть, если мы выберем два приложения, которые работают в полном экране, например, Google Chrome и Firefox, тоже перенесем его туда, можем добавить вот такую штуку, которая появилась в iOS 9 на iPad, то есть, несколько приложений, открытых одновременно, то нам существенно это упростит работу для тех приложений, которые нам нужны в паре. То есть, например, браузер и какие-то заметки. Я еще это покажу прямо наглядно на, собственно, заметках и других приложениях, которые буду рассматривать отдельно. Но, то есть, работа с рабочими столами, опять же, простите за тавтологию, она теперь значительно проще и удобнее. Так вот, если говорить про еще какие-то изменения, то одним из ключевых оказалось Safari 9. Safari 9, про него мы уже снимали отдельный ролик на канале, посмотрите по ссылке. Но, кроме этого, я сделаю несколько дополнений. Во-первых, одна из них в том, что вот эта вот функция, которую PIN и DTABS добавили, она теперь работает нормально по-человечески, но чуть-чуть изменилась разметка. То есть, если вы посмотрите в коде страницы, то, так, где она у меня здесь? Она у меня где-то, вот она. Link Rail Mask Icon, там должно было быть просто Icon, теперь Mask Icon, SVG File, и в Color вы просто цвет пишите, тот, который вам нужен. Кстати говоря, приваливается это спустя какое-то время. То есть, по-моему, я применил вот эти изменения, и только через неделю у меня в Safari либо это кэш очистился, хотя я его вручную очистил, ничего не помогало, либо что-то еще, либо его как-то примодерируют сайты, в которых эту функцию включают, хотя в этом не слабо верится. Но, в общем, добавилось это не сразу. У YouTube тоже есть такая своя штука. В принципе, много у кого это есть. То есть, посмотрите отдельно ролик про Safari. И, кстати говоря, я там говорил о том, что добавили AirPlay проигрывание там на YouTube или где-нибудь еще. Если Apple TV подключен, но у меня сейчас Apple TV из сети выключен, поэтому я не могу продемонстрировать. На Vimeo это тоже добавили. Еще одной функцией, такой важной на El Capitan, был улучшенный Spotlight поиск, который теперь, начиная с El Capitan, можно передвигать. Но проблема в том, что он по-прежнему не понимает вот такие вот прикольные штуки, типа Weather Cupertino, и он здесь покажет сразу совпадение из интернета в России. То есть, в тех регионах, в которых это работает, должно работать, у нас нет. Я пробовал выставлять регион США, язык США, везде открывал доступ для того, чтобы там ходило все в интернет, но так почему-то и не удалось. Его можно еще ресайзить по вертикали, вот так вот и передвигать. Кстати, Spotlight — это одна из двух вещей, которые получают темную тему. То есть, если я сейчас здесь включу, сделать темными строку меню и док, то Spotlight тоже будет темным, то есть, ночная тема. Кстати, пишите в комментариях, пользуетесь вы ночной темой или нет. Я не помню, включили ее только в El Capitan или добавили еще в Yosemite, но вот, тем не менее, она есть. Есть также существенная переделка приложений базовых от Apple, таких как, например, заметки, почта, карты и фото. Но давайте обо всем по порядку. Вот, например, если мы откроем заметки, тут я уже посмотрел, то есть она теперь позволяет прикреплять какие-то изображения, чек-листы, делать форматирование текста, то есть вот здесь это название, вот здесь у меня какой-то там базовый заголовок и так далее. Можно просто drag-and-drop перекидывать картинки, делать чек-листы, которые потом заполнять. Sketch — это на iOS 9 тоже переделали приложение Notes, но там можно было делать вот такие скетчи на touch-экране, ну, то есть на экране вашего там iPhone или iPad. Делать их на Mac пока нельзя, может быть, обновление будет, что можно будет, но, тем не менее, те скетчи, которые сделаны на iOS, они отображаются, добавляются. Что касается ссылок, то они тоже добавляются, сделать их здесь никак нельзя, открыть можно двойным кликом, но у меня здесь на втором экране это открылось, то есть все работает как надо. Нумерованные списки, можно делать ненумерованные списки, то есть если я там черточками это сделаю, то он будет ловить меня, что это список с черточками и так далее. Можно добавлять ссылки на PDF-документы, то есть если просто drag-and-dropом перенести что-то из приложения, которое нативное Apple Sky, в данном случае просмотр можно потом двойным кликом просто открывать эту PDF-ку. Непонятно только почему... А, тут еще и только одна страница запейстена. Ну, не беда, давайте сейчас вставим конкретно эту штуковину. Basic Visual Formatting NCSS, вот она, он будет открывать, да, он будет открывать полную PDF-ку. Кстати, да, еще раз повторюсь, PDF-ки теперь открываются значительно быстрее. Тем не менее, я все еще не придумал, как вот эту вот колонку с названиями заметок убрать, ну, то есть тут нет никакого ничего, здесь есть только показать папки, с каких учеток это что есть. Но вот, может быть, в будущем вот эту колонку тоже можно будет убрать. Следующее изменение коснулось почтового клиента. Я пользуюсь дефолтным почтовым клиентом. Вероника Монастырная подписалась на страницу Games, да, то есть теперь у нас появилась такая вещь, как свайп, как в iOS 9, то есть можно разблокировать что-нибудь, пометить прочитанным, то есть если я сейчас здесь делаю, пометить непрочитанным, я могу вот так сделать, хоп, и пометилось, как прочитанное. Точно так же можно и удалять письма, я вот сейчас в данный момент продемонстрирую вам, как это можно делать. Допустим, мне приходит какое-нибудь письмо, например, от себя. Уже видели новые жесты в Mail App? И я не хочу это делать. Я жму, хоп, вправо, сдвигаю, все, это отправляется в корзину. Это я тоже могу сдвинуть, это тоже могу сдвинуть и так далее. То есть здесь очень много всяких разных функций в почте. Кстати говоря, заявлено ускорение индексации почтовых ящиков. У меня в одном из почтовых ящиков что-то порядка 8 тысяч писем. И он каждый раз, когда я до этого в Ясемите открывал Mail App, он это все переиндексировал, добавлял. Это достаточно долго было. Сейчас все в разы, просто в разы быстрее. На приложении фотографии я остановлюсь чуть позже, а карты, карты давайте посмотрим. В этот раз добавили общественный транспорт, причем добавили только там в некоторых городах. Вот в данном случае мы смотрим Сан-Франциско. Здесь метро Сан-Франциско, это трамвай, я так понимаю, и так далее. Но 3D-карта у них давно была доступна. Кстати, общественный транспорт на спутниковом режиме никак не доступен. Пробки показывают. То есть маршруты тоже можно будет прокладывать относительно общественного транспорта, но нам в России это пока не светит, поэтому я долго даже не буду на этом останавливаться. Из незначительных изменений новый системный шрифт, а может быть для кого-то из значительных. То есть теперь шрифт Сан-Франциско. После того, как Apple выпустили Apple Watch, на которых базовая гельветика была слишком широкая, то есть просто ничего не вмещалось на маленький экранчик, они перешли на более убористый шрифт Сан-Франциско. Также новая дисковая утилита, точнее утилита это старая, а интерфейс у него новый. Теперь, чтобы... Вы можете сразу наглядно видеть, чем у вас забит тот или иной диск. Вот у меня здесь 120 гигабайт, свободно только 20, но это вечная беда тех, у кого SSD-накопители маленькие, у кого нет денег на сильно большие, поэтому так. И много новых API-ов для разработчиков. Кстати, с El Capitan'ом впервые появился Force Touch, то есть это новый трекпад, который был анонсирован анонсирован вместе с анонсом MacBook 2015, такого тоненького, в котором там 80% ноутбука это батарея, если помните 12-дюймового. После этого в Retina MacBook'ах тоже в 13-дюймовых добавили Force Touch, у меня пока нет, поэтому показать не могу, но тем не менее. Есть также API Pro Shared Links, то есть если я... Так, сейчас я открою отдельное окно. Зайду здесь в эту вкладку, так, перенесу с отдельного экрана, вот тут вот она есть, в сайт-баре, вместе со списком для чтения есть общие ссылки, и она ловит мой Twitter, показывает все ссылки, которые были расшарены в хронологическом порядке. Так вот, этот API стал доступен для разработчиков, чтобы в их приложениях, не только в Twitter, можно было ссылки показывать здесь. Я, правда, не знаю, в каких еще, но, допустим, есть у нас чатик в Telegram'е, если там кто-то какие-то ссылки размещает, наверное, мне было бы интересно, если бы это тоже было здесь в Shared Links появлялось, несмотря на то, что там это можно регулировать, то есть, чтобы в Shared Links показывались только линки с Twitter, или только линки с конкретного приложения, теперь такое API есть. Кроме AirPlay'а, который я уже сказал, для HTML5 видео, который уже имплементировали и на YouTube, и на Vimeo, появилась еще такая функция, как картинка в картинке, Picture in Picture, как на iPad в iOS 9, но я пока еще не видел, где ее применяют. Пишите в комментариях, если вы видели, я вот как-то не нашел. Кстати, также пишите в комментариях, если вам удалось заставить Spotlight поиск, работать в России, хотя бы на английском, просто чтобы проверить, посмотреть, попробовать. мне почему-то так и не удалось. Так вот, теперь вернемся к приложению фотографии, которое тоже претерпело существенные изменения, причем не в том смысле, что что-то в нем здесь появилось, нет, на самом деле, все точно так же. Фотографии, альбомы, проекты, лица, импорт и так далее, но теперь в режиме редактирования фотографий можно не только там вжать, если вы помните, здесь раньше было просто улучшение, причем автотон работал достаточно круто, то есть он прям вот, мне нравится, как он работает, можно поворачивать, кропать, применять какие-то дефолтные фильтры, там, процесс, нуар, моно, тут не пойми, по какому вообще они принципу называются, но тем не менее. И коррекция небольших каких-то таких штук, типа там свет, экспозиция, светлые темные участки, это же, кстати, участвует и в автотоне, то есть если вы здесь автотон нажмете в улучшении, то вот эти ползунки как раз и сдвинутся. Так вот, теперь появилась возможность добавлять расширения, платные и бесплатные, хотя я не уверен, есть ли бесплатные, то есть если я здесь сейчас нажму еще, то у меня, а, нет, здесь раскроется только список расширений, которые мне доступны, ну, в Mac App Store можно их посмотреть, и компания Mac Fun мне любезно предоставила коды на 4 своих приложения, Noiseless, Tonality, Intensify и Snap Heal. И на самом деле это утилитарные такие штуки, то есть можно просто открыть вот так вот, вот эту штуку, drag-and-drop сюда image и откроется небольшой редактор, но можно открыть и здесь, они абсолютно идентичны, то есть если мы здесь сделаем Intensify, то у нас здесь практически целый Lightroom, то есть здесь большое количество пресетов, что касается тона, то есть в виде downtown, здесь почему-то все горы сразу стали видны, то есть прям фотография существенно преображается, несмотря на то, что это такая не очень хорошая зеркалка, всего 6 мегапикселей, произошла непредвиденная ошибка, вот такое бывает, ну, у меня El Capitan Beta, вообще-то говоря, то есть там 10-11-1, кстати, единственное изменение, которое я в бете нашел, это поддержка новых эмоджи, в которых есть, например, даже средний палец, то есть, ну, есть Black and White, можно, кроме того, что менять количество того или иного фильтра, можно делать вручную Adjust, то есть смотреть гистограмму, менять цветовую температуру и так далее, то есть очень-очень много, что можно делать, это прям полноценный Lightroom, мне так кажется, HDR Vivid вот здесь в данном случае, вот прям, вы понимаете, да, что не зря такие пейзажи снимаются, потом вот такое вот делается, выкладывается, и да, ну, наверное, HDR Soft было бы получше, потому что, чтобы не такие яркие краски были, HDR Soft и, я не знаю, 65, вот так вот, можно здесь добавить в Favorites, после этого применять уже отсюда, чтобы сквозь вот это все не пробираться каждый раз, ну и сохранить, соответственно, то есть очень большое количество разных вещей доступно, кисти в том числе, то есть Intensify позволяет вам работать как в Lightroom, как в Photoshop и так далее, то есть очень-очень круто, есть точно так же Noise, не помню как, Noise, 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 Noiseless, который убирает шумы, здесь тоже большое количество разных настроек, они в принципе выглядят все очень похоже, есть дефолтные пресеты и есть возможность вручную отработать, давайте представим, что вот эту картинку, я ее на самом деле, здесь я ее специально снял с шумами, чтобы выглядела как старая такая открытка, мне очень понравилось, я там, когда во Франции был, жил в небольшой деревне, там на 99-й год, всего 123 жителя было, вот, я там пофотографировал несколько вещей специально с шумами, просто чтобы вот так вот винтажно это выглядело, но вдруг, если вы этого хотите избежать, можно применить какие-нибудь базовые пресеты по удалению шумов, работают они примерно как в Lightroom, то есть они чуть-чуть подмыливают, получается такой вроде дождливый день, он кстати дождливым и был, и вот шумов, как вы видите, нет, то есть можно вот вот этой штукой сравнивать, смотреть, как это выглядит, здесь есть несколько вот пресетов по интенсивности, Strong, Strongest, Extreme, то есть их здесь несколько, ну, из-за того, что на этом фотоаппарате всего 6 мегапикселей, замыливание съедает большую часть деталей, но шумоподавители, ручные, они всегда примерно такие, то есть можно уменьшить Area, Amount и так далее, Radius, то есть тут Protection добавить, хотя он здесь существенно-то и не поможет, то есть тоже очень много всего вручную делать, это крутое дополнение, если вдруг вы внезапно забыли переключить ISO, то может быть вам это поможет, хотя на самом деле, скорее всего, это уже будут загубленные фотографии. Вообще, конечно, что касается Noizeless, то можно работать на фотографии, в которых действительно шум получился случайно, как вот в данном случае, я немного с чувствительностью переборщил, и если я здесь на такой фотографии ночной сделаю что-то типа Strong, то эффект, конечно, будет значительно лучше, то есть прям реально нет шумов в фотографии, если мы посмотрим, то вот замыливаются, конечно, какие-то детали вот на самой церкви, на башне, но тем не менее, как-то это комбинируя, что-то выставляя вручную, можно будет добиться прям на самом деле очень крутых результатов. Я считаю, что для тех, кто пользуется вот этими встроенной программой Photos на Mac, это будет очень хорошим подспорьем. Ну и буквально еще две продемонстрирую, для того, чтобы понимали вообще, как это происходит. Если говорить про Snap Hill, то можно, например, здесь вот у меня есть прыщи, их можно замазать очень легко, тут кисть кистями, Rays, Retush, Adjust, я понимаю, что ну как бы такая, так скажем, магазинная ретушь, ой, магазинная, журнальная ретушь, магазинная, брежу чуть-чуть, журнальная ретушь, она будет, наверное, делаться все равно в Photoshop, можно вот так здесь пометить чуть-чуть, нажать Rays, то есть, проходит какое-то время, и все на самом деле замазано, то есть, если вдруг не вдаваться в подробности, для какой-то мелкой ретуши, чтобы потом скинуть себе на телефончик и залить в Instagram, будет, наверное, вообще прям супер топовым решением, несмотря на то, что оно платное, по-моему, оно стоит своих денег, прям вот более чем. Напишите в комментариях, если вы используете продукты от MacFun, мне кажется, их кто-то в продакшне тоже использует, потому что вот, например, их следующее, следующее приложение, которое называется Tunnelity, оно прямо в Makeup Store выигрывает всякие конкурсы, типа, лучшее там приложение 2014 года по каким-то там параметрам, то есть, оно очень крутое, можно делать черно-белые фотографии из дефолтных пресетов, менять здесь всякие там экспозицию, чуть-чуть добавить туда-сюда, то есть, очень-очень много всего, смотрите на гистограмму, экспериментируйте, даже вот такая фотография, как вы только что видели, очень темная, непонятно вообще, что я и хотел сказать, а вот после того, как делаешь вот такую цветокоррекцию, плюс такой, в черно-белом стиле, сразу автоматически понятно, что вообще-то тут была какая-то композиция, что, в принципе, практически открыточная фотография, я даже сохраню, потом посмотрю, может быть, в принципе, очень много подобных вещей, обработаю именно этими редакторами, я считаю, они стоят того, да, они, кстати, вот работают как стендалон приложение, я уже говорил, после этого я хотел рассказать про приложение, которое использую сам для, ну, в повседневной жизни, мне очень много писали в комментариях, типа, Саня, сделай обзор, как ты пользуешься маком, и на самом деле я очень быстро по тайтлам пробегусь, потому что здесь никаких особых подробностей быть не может, контактами, календарями, напоминаниями я не пользуюсь, пишите в комментариях, если вы пользуетесь iCloud-ными вот этими приложениями, я как-то пока так до них и не дорос, причем, это не значит, что я пользуюсь альтернативными какими-то там от Google, нет, я просто это не использую, и все, сообщения я использую для тех, которые, для тех, кто есть в iMessage, потому что, на самом деле, у меня основной это Messenger, это Telegram, FaceTime для звонков, я давно не пользуюсь Skype, PhotoBoot, GameCenter, это всякая шляпа, через iTunes я слушаю музыку, через iBooks, iBooks это очень удобная, я не читаю книги в ePub практически, ну просто потому, что какие-то такие художественные книги я предпочитаю покупать или уже читать на электронных читалках или там на iPad, у меня не синхронизируется библиотека с iBooks, причем даже не потому, что я злостный пират, а потому что iBooks Store, по-моему, так по-человечески в России не работает, то есть он работает, там есть всякая классика, типа Пушкина и так далее, но крупные наши издатели не заходят на этот рынок по какой-то причине, поэтому для меня iBooks это возможность организовать PDF документы свои, я сейчас даже вам продемонстрирую, тут есть какие-то у меня категории, все PDF файлы, все причем не подгружаются почему-то, наверное, потому что я их уже удалил, куда-нибудь там по папкам перенес, ну есть некоторые, типа The Art of Photography, например, очень крутая книга, запустится она или нет, прочитать, нет, видимо, видимо из-за того, что я это перенес, да, надо было получше подготовиться, но я даже не думал, что это буду запускать, через просмотр я их читаю, никаких отдельных PDF-ридеров я не использую, мне кажется, это отлукаво все, Pages и Keynote у меня есть, но пользуюсь я только Keynote, потому что, ну в нем я делаю презентацию, это реально удобнее, чем PowerPoint, а Pages, ну я с документами не работаю, поэтому так и не пришлось, на самом деле, хотя я помню, когда я писал диплом, Pages мне сильно не хватало, там как-то все, все как-то не так, мне нужно было что-то быстро, срочно, стандартными утилитами, я пользуюсь только терминалом, да, я пользуюсь стандартным терминалом, я не пользуюсь iTerm2, там и так далее, я не вижу в этом никакого смысла, мне этого стандартного терминала отлично хватает для того, чтобы работать там, по SSH, подключаться к, господи, к разным там, WPS-кам или к чему-то еще, это прям, это очень удобно и круто, я не вижу смысла в iTerm2, но может быть, я просто еще не такой крутой юзер, не знаю, на автоматере пару раз писал скрипты, для того, чтобы, например, у меня есть скрипт, который конвертирует любой музыкальный файл в mp3, мне это нужно для того, чтобы наши подкасты из лос-лос форматов перегонять в mp3 для iTunes'а, так что, из основных эти люди все, да, я использую Photoshop, Illustrator и Lightroom из пакета Creative Cloud, у меня куплен набор для фотографов и Illustrator отдельно, это получается дешевле, чем весь Creative Cloud, тем более, что мне кроме этих трех приложений некогда осваивать другие, да и не нужно. Что касается потребления контента, я его потребляю на Twitter, через браузер Safari, BitTorrent, я использую из торрент клиентов, не знаю, может быть, может быть, какие-то использовать лучше, MuteTorrent, насколько я помню, этот, о, открылся до артов фотографии, это, видимо, к моему вопросу, по поводу того, что, просмотр быстрее открывает PDF, я даже не знаю, что на него нашло, я сейчас даже попробую еще раз, возможно, откуда ты это подкачнул, может быть, что-то индексировал, да, 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 вот, теперь, теперь узнаю, и теперь они достаточно быстро открываются, то есть там, очень, очень быстро, он подиндексирует следующие страницы по мере надобности, это, это круто, то есть, вы видите, я до них доскраливаю, они обновляются, в прямом эфире, что называется, да, это, видимо, iBooks я просто давно не открывал, поэтому, да, раскусили меня, давно не читал, все как-то, все как-то некогда, Dropbox'ом я пользуюсь из, так, это что, новая версия Java, нет потом, Dropbox'ом я пользуюсь, если говорить про облака, FileZilla, я давно ей пользовался, после этого пользовался CyberDuck, но с тех пор я через FTP уже не работаю, только через SSH, по, ну да, через SFTP-туннель, поэтому FileZilla жутко небезопасная хреновина, надо было ее удалить, что-то я не удалил, через FIDL я читаю RSS, через VLC смотрю сериальчики, Bayboard, это для того, чтобы рисовать что-то для подкастов, давно уже не рисовал, Tor Browser, Guitar Pro, Creative Cloud, ScreenFlow, для того, чтобы записывать эти ролики, которые вы сейчас смотрите, Waves плагины для Ableton, который, кстати, здесь Music Converter, это то, чем я раньше конвертировал в MP3, Anrar X, это отличное приложение для разархивирования RAR-архивов, простите за тавтологию, потом я через Homebrew накатил уже себе отдельные утилиты, кстати, для терминала я пользуюсь Homebrew, потому что это крутой менеджер пакетов для macOS, который по умолчанию даже и не доступен, но, да, например, через него я скачивал себе тот самый MP3 кодек, который LAME называется, для того, чтобы написать скрипт на автоматере для конвертации, то есть такая прикольная штука, да, через Telegram я общаюсь, через CleanMyMag чищу компьютер, Spectacle позволяет мне организовать окна, через Vox я включаю джинглы для подкастов, Emole, это для нашей локальной сети, там тоже можно что-нибудь скачивать, ничего не скачиваю, ничего не смотрю, ну и, да, почтовый клиент у меня почта, мой браузер основной это Safari, Chrome и Firefox мне нужны только для того, чтобы протестировать верстку или просто что-нибудь там, например, вот Flash Player в Chrome установлен, в Safari нет, и вдруг иногда он мне нужен, прям вот критически нужен, например, в одном из подкастов мы обсуждали там какой-то релиз Nintendo, типа там последнего Mario, и у них сайт этого релиза был на Flash, и пришлось открыть его в Chrome, поэтому вот так. Что касается разработки, я очень много роликов по этому поводу снял, то есть вот я использую сборщик CodeKit, про него есть ролик, локальный сервер MAMP, просто потому что он неплохой, там последний PHP 5.6, там по-моему 12 или какой-то такой, там есть Nginx веб-сервер, не только Apache, хотя может быть кто-то на OS X себе накатывает что-то прямо ну в корень, что называется, как на Unix серверах, я не принадлежу к этим людям, Brackets я использую, когда мне вдруг иногда нужно какой-нибудь один Markdown файл отредактировать или что-то еще, и стартовать какую-нибудь здоровую IDE ради этого типа кода или PHP Storm, наверное, долго. Slack для командной работы, Source 3, и GitHub Desktop для работы с контролем версии, и раньше я пользовался кодой, даже снял на нее видос, я очень любил эту IDE, но после этого, когда я начал писать что-то посложнее на PHP, PHP Storm стал моей IDE, которую я выбираю для всего. Тут все обновилось, все переделалось, да, Brue очень крутой пакетный менеджер. Вот такой получился обзор на OS X L-Capitan, пишите в комментариях о чем я забыл сказать, чтобы я в следующий раз не забывал, пишите о чем еще хотели бы услышать по этому поводу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на нас в соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, ставьте звездочки на iTunes, и удачного всем дня, пока!